Наступил Новый год, я уже вас поздравлял, ну и позвольте, так сказать, оригинально, я не могу без оригинальности никак поздравить вас своей песенкой, пока что акапелла, но думаю, все-таки к 20-му году я напишу музыку. Шевестят конфет, огёртки, запах мандарин стоит, и наряженная ёлка огоньками нас манит. Ай, веселись, веселись, веселись народ, наступает, наступает Новый, Новый год, он удачу нам несёт, он подарки раздаёт, радость и любовь несёт, это Новый, Новый год. Ещё два куплета, но пускай это будет сюрпризом для вас. Начинаем, будем говорить, Новый год, и Новый год я начинаю с календаря. С календарями, конечно, работа интересная, я буду выставлять свой календарь народных примет, также читать лунные сутки, пока они ещё останутся старыми, потом, я думаю, их всё-таки немножечко переписать на новый, потому что вариантов много. Но то, что записано, я вот как-то лень записать что-то новое. Но, тем не менее, я сейчас, календарь народных примет, он у меня не был сделан, но я его делаю. Буду выставлять календарь народных примет, вы его будете видеть на каждый день, и мы дальше будем работать по вашим вопросам, ну и то, что жизненная ситуация принесёт нам и надо будет решать. Итак, начинаем. 27-е лунные сутки. Гравитационная энергия этих лунных суток сильнейшим образом возмущает водную оболочку нашей планеты, что вызывает наступление самых больших приливов в мировом океане. В человеческом организме происходит волнение жидкости, меняется настроение. Чтобы дополнительно не дать нагрузку организму, проявите в это время умеренность в питании, физической нагрузке, да во всём. Из очистительных процедур особенно хорошо подходит парная. Рекомендуется медитация на волнующие вас темы. Можно получить интересующие вас ответы. В зеркало лучше не смотреть. Негатив из тонкого мира нам не нужен. Не будьте рассеянны и во время прогулки смотрите под ноги, чтобы не поранить ступни.